Привет, милашки! Вы на канале Кривен Ченнел. Как видите, я сегодня на фоне своего шкафа. А это значит, что мы с вами сегодня будем в нем убирать. Я уже когда-то снимала данное видео, но я пересмотрела свой шкаф, это видео и поняла, что мне кардинально не нравится все, как там лежит. Я хочу изменить некоторые нюансы, поменять и просто показать вам, какие лайфхаки я, например, для себя буду использовать, чтобы хранить свою одежду удобно. Также я вам покажу некоторые перлы моей одежды и может вы мне подскажете, что с ними делать, выкидывать, оставлять или как их комбинировать с другой одеждой. Оставайтесь со мной, наливайте себе вкусненький чаечек и смотрите видео до конца. А теперь давайте познакомимся с моим шкафом. Вот такой двухметровый красавец хранит мою одежду и некоторые вещи для съемки видео. Первое отделение слева это мое, здесь справа это отделение моего молодого человека. Посредине общее для тремпелей и всякой-всячей. Именно в этих двух отделениях мы сегодня с вами будем убирать. Давайте же заглянем туда и посмотрим, какой же там бардак на данный момент. Давайте же заглянем в отделение там, где основная одежда. Тут не сильно грязно, но мы это все поправим. В отделе с тремпелями еще лучше ситуация, но все же мне не нравится. Сумки и рюкзаки я тоже переложу, такое хранение недопустимо для сумок. Первое с чего я начинаю, это выкладываю всю свою одежду. И в этом мне помогает моя любимая кошка. На верхних полках все выглядит не настолько плохо, но все равно я это перебираю, перекладываю. Мне не нравится, когда у меня в шкафу постоянно однообразное хранение одежды. Из-за этого мне приходится все время это менять. С хранением купальников у меня тоже проблемы, как видите. А вот эту штуку я покупала на Алиэкспресс год назад. И мне она не нравится, мне неудобно хранить носки. Они постоянно путаются, она недостаточно устойчивая. Все, все полки пустые. Приходим к складыванию одежды. Вот только всякая псячина у меня лежит в полках. И начинаю перебирать. Для начала просто на секции нижнее белье к нижнему белью, носочки к носочкам, домашнее к домашнему. И так пока не разберу всю кучу. Естественно при таком разборе я сразу понимаю, что я ношу, что я не использую. И мне легче так понять, что убирать, а что вставлять в кафо. В общем могу сказать, что характеристика того, как я перебираю одежду не изменилась. Поэтому я это все ускорю. Но некоторые перлы из моей одежды я вам все-таки покажу, потому что у меня есть вопросики. Ну а когда все кучки сформированы, я начинаю отбор. И он всегда у меня жесткий. Вот сейчас вы видите шорты, которые я буду выкидывать, потому что некоторые из них я не использовала. Некоторые уже затерлись до дыр от времени. И так каждая вещь проходит проверочку у меня. Джинсы их я перекладываю постоянно. Так как я их не глажу, они должны у меня всегда лежать в полном порядке. Поэтому приходится каждую штанину выпрямлять, расправлять и складывать. А вот и первый экземпляр моей одежды, который у меня остался под сомнением. Эти классные джинсики я покупала на сайте PONPRIX или PONPRI. Кто знает, скажите как правильно. Но в них есть одна особенность. Если я в хорошем весе в своем, они на меня как раз. Если же я начинаю худеть, то они на мне висят. И в принципе они тянутся при носке. Из-за этого я их не ношу. Вот на видео в них отлично выгляжу. Но стоит ли мне только присесть, сразу начинаются ужасные складки. Поэтому я не знаю, что с ними делать. Были деньги потрачены на них зря, я считаю. Субтитры сделал DimaTorzok В кофтах у меня всегда что-то уходит в домашнее использование. Потому что бывает у меня такой бзик, я куплю и не ношу. Так и случилось с вот этой розовой красивой кофточкой. Я ее только один раз надела на работу. Вроде с виду хорошая кофта, ну можно немножко погладить. А вся проблема в том, что она очень сильно растягивается в рукавах и не держит форму. Поэтому от нее я избавилась. На видео я все складываю, но часть кофт я буду вешать на тремпеля. Это для меня лайфхак, потому что они так не очень нутся. Мне нужно каждый день перед работой стоять с утюгом. А вот это арсенал моей домашней одежды. И как ни странно, половину из этих вещей я тоже не ношу. Хотя казалось бы, дома можно постоянно менять наряды, но нет. Поэтому половина из этих вещей отправляется на мусор. А вот одна из футболочек, которая попала у меня в итоге в домашние вещи. Я в ней раньше ходила на танцы. Но так как она светлая, на ней очень видно пятна и пота. Она очень классного качества, красивый цвет. Но я как-то не насмелилась с ней выходить на улицу, потому что она оверсайз на меня. Но дома в самый раз. Где была моя голова, когда я покупала эту футболку? Я в ней даже ходила на работу и просто по городу. Сейчас же, мне кажется, это такой детский сад. Просто жесть. Следующим, что попадает под руки, это нижнее белье, лифчики, трусики и пижамы. Я не очень люблю перебирать все эти вещи, потому что они некрасиво выглядят в стопке в шкафу. Поэтому этот момент у меня быстро проматывается. И дальше мы с вами перейдем к некоторым изменениям в моем хранении носочков и моих женских принадлежностей. Я вам рассказывала, что этот органайзер очень неудобный. Поэтому от него я избавляюсь. Но для начала нужно перебрать всю гору носочков. И для этого я купила вот такой контейнер, куда собираюсь их помещать. И мне кажется, в таком контейнере более удобно будет хранить носки. После записи видео прошло уже достаточно времени. И могу сказать, что я до сих пор пользуюсь этой системой хранения носочков. И мне очень удобно, поэтому я ни разу не прогадала. К тому же эта корзинка подходит под цвет моего шкафа. Продолжение следует... Изменения также коснутся моих женских принадлежностей. У меня есть проблема. Я их храню в шкафу, но никогда не знаю, что у меня есть и что нет. И бывают такие моменты, когда мне нужно гигиеническое средство, а его у меня нет. Потому что я его не вижу. Поэтому я психанула, купила такую же корзинку, только меньшего размера. И решила складывать все туда, чтобы это было на виду. Это у меня хранится вместе с нижним бельем. И тоже могу сказать, что это очень удобно и красиво. А это все мои пожитки от моих танцевальных занятий. Скопилось тут уже много всего, но 90% этой одежды я не ношу на танцы. Есть вещи, которые я даже ни разу не носила на танцы. Поэтому без жалости я все сортирую, что в домашнюю одежду, что на выкид. И оставляю только те вещи, в которых я 100% буду ходить. После долгих мучений, вот такие у меня получились кучки стопочки. А это то, что у меня осталось после уборки. Складываю вещи я в шкафу по тому же принципу. То, что сейчас не актуально, уходит вверх. Потому что туда меньше всего доступа. Часть домашних вещей тоже уходит вверх. И более носибельные и часто используемые вещи у нас переходят на средние шкафчики, на средние полочки. Чтобы можно было удобно к них дотянуться. Я просто в восторге от вот этой системы хранения моих женских штучек. Вы просто не представляете, насколько это облегчило мою жизнь. Единственный момент, что я, наверное, для трусиков тоже со временем куплю такой органайзер. Возможно, с какими-то разделителями. Потому что после уборки это все выглядит хорошо. Но в процессе использования, естественно, все перемешивается. Джинсы я кладу на нижнюю полку. Но в итоге я передумаю и все переложу. А пока давайте переберем мои сумочки, мои рюкзачки. И найдем им тоже место для хранения. Ну, как всегда, я все снимаю, осматриваю и понимаю, нужна мне эта сумка или нет. Тут есть очень много старых сумок, которые мне очень жалко выбрасывать. Но, тем не менее, от этого нужно избавиться, потому что они не используются. Скажу честно, в этом плане мне было тяжелее всего. С одеждой расставаться проще. Недолго думая, я решила поместить все свои сумки и рюкзаки на нижнюю полку в стоячем положении. Ну, и мне это нравится, это очень удобно. И я вижу, что у меня есть. Вы видите, вот такое предварительное хранение одежды и моих вещей я для себя придумала. Но в конце видео вы поймете, что я все переложила. Потому что мне показалось, что это не очень удобно. Шкафу для тремпелей тоже особых изменений у меня не будет. Единственное, что какие-то штаны и джинсы у меня пойдут на нижнюю полку. На верхнюю полку я добавлю больше тремпелей, чтобы каждая вещь по максимуму могла развернуться и не мяться у меня в шкафу. И это, кстати, очень удобно. Я это испробовала уже на летних вещах. То же самое я делаю для осенних и зимних. Те свитера, которые я могу поместить на тремпели, естественно, я глажу и размещаю туда. И так они не мнутся. Ну и осталось дело за малым. Привести в порядок шкаф от отпечатков пальцев, от подушечек пальцев кошки. Это я делаю с помощью обычного отестителя для стекол. И вуаля, мой шкафчик чист и готов к использованию. А теперь, внимание, барабанная дробь. Как видите, я все переложила. Верхняя полка у меня осталась так, как и была. Здесь все у меня стало по-другому. И вы знаете, до сих пор использую эту систему и мне удобно. Да, у меня появились полотенца в моей половине. Только потому, что в другую половину за полотенцами лезть неудобно. В тремпельном отсеке у каждой вещи появился свой тремпелечек. Как у моих, так и у Сашиных, наконец-то. Спасибо Авроре и тремпелькам из Авроры. И теперь каждую вещь видно. И не нужно наслаивать на один тремпель по тысяче рубашек. А вот еще часть всякой всячины, то, что я выбросила. Выкинула я такую красивую сумку. Это решение мне удалось очень сложно. Ну и всякое барахло, которое действительно уже превратилось в барахло. Еще забыла показать, что я выбросила вот такую кофточку красивого персикового цвета. Потому что она уже изжила свое. А еще у меня есть вот такая классная рубашка. Но я не знаю, с чем ее носить. Она новая. И я не знаю. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, как можно ее использовать в своем гардеробе. Спасибо, что смотрели мое видео до конца. Жду ваших комментариев. Всем пока!